Здравствуйте, друзья! Этот эфир я записываю спонтанно на фоне новостей о частичной мобилизации в России. Я психолог и, соответственно, хочу немножечко эту тему сейчас рассмотреть с точки зрения того, какие чувства и какой опыт проживания она вызывает. Еще раз повторюсь, я этот эфир выхожу спонтанно в связи с новостью о частичной мобилизации в России. И еще раз повторяю, так как я психолог, я сейчас буду говорить не о политических и каких-то иных аспектах этой проблемы, я хочу немножко отрефлексировать тот эмоциональный ответ, который возникает внутри в ответ на произошедшее. Потому что я же тоже живой человек, и возникают такие не самые приятные эмоции внутри, которые необходимо отрефлексировать. И я сейчас вам примерно предложу тот опыт, который проживаю внутри я, и как я с ним, как его осмысливаю, для того, чтобы стало легче. Потому что, как любая такая серьезная новость, подобная информация, она вызывает, ну, то есть, она вызывает очень сильный всплеск внутри, взрыв. То есть, графики шкалят. И потребуется некоторое время каждому из нас для того, чтобы вот эта правда, ну, подобно тому, как 24 февраля потребовалось какое-то время для того, чтобы мы как-то устаканили внутри себя этот всплеск. Также и сейчас это очередной всплеск, который будет требовать некоторого времени для того, чтобы мы внутри себя эту информацию упаковали, ассимилировали, усвоили и переработали. И в связи с этим я хочу предложить вам сейчас, возможно, вектор для внутреннего осмысления, который поможет пройти вот эти обязательные вот эти несколько стадий, пять стадий, да, там, принятия, когда мы сначала там в шоке, когда потом боимся, потом сопротивляемся, потом попадаем в депрессию и так далее, так далее, так далее. То есть классические стадии, мы их проходим всегда, тем более при столкновении вот с такой информацией. Поэтому сейчас скажу несколько слов буквально о том, как я это вижу и как я это осмысляю, возможно, это кому-то поможет. Ну, в общем-то, задача психолога, она заключается в том, чтобы помочь людям увидеть возможные пути для ассимиляции того стресса, от того, той, скажем так, боли, которая возникает в их жизни. Вот. Так как это возникает у меня, повторюсь, я тоже прохожу подобный путь и, в общем, поделюсь своим путем. Конечно, это вызывает очень спешные чувства, там, и боль, и страх, и злость, и, там, такая, там, отчасти, такие депрессивные состояния. Вот. Вышибает, я пробую работать, понимаю, что я возвращаюсь к этой мысли и не могу ее игнорировать, поэтому думаю, ну, ладно, если я не могу это игнорировать, а здесь я остаюсь с этим, то, наверное, то же самое происходит и у большинства людей. Вот. И давайте попробуем, поймем, что с этим можно... Давайте поймем, попробуем понять, что с этим можно сделать. Смотрите. Смотрите, я бы вот, что предложил вам осмыслить. Дело в том, что, на мой взгляд, я буду делить своим мнением, на мой взгляд, на определенном историческом этапе развития человечества, там, возьмем последние, там, лет сто, слишком были взросшены идеи, слишком были взросшены и внедрены в человеческое сознание, и в общество некоторые идеи такого какого-то гуманизма, какого-то такого, ну, даже вот не последние сто лет, а меньше, там, со Второй мировой, наверное, да, были взросшены идеи некого такого гуманизма и такого розового представления о всемирных, там, международных правах, о международном праве, суд по правам человека и так далее, так далее, так далее. Мы с какого-то времени начали жить в иллюзии, что мы цивилизованное общество, а мы люди, я имею в виду планеты вообще всю, что мы цивилизованное общество, и здесь работают какие-то законы, какой-то правильности, морали, там, каких-то там, каких-то таких правильных ценностей и так далее, и так далее. То есть как будто бы это все работает, и мы незаметно начали как будто бы в принятии, в своих оценках, в принятии решений, в осмыслении происходящего, мы начали как будто бы из этого исходить, что наша человеческая природа, вот она такая, она развивается. Вот в школе, в книгах по истории мы читаем о том, как люди жили раньше, там, набеги, там, иго, там, я не знаю, войны постоянные, междоусобицы и тому подобное. Вот это где-то когда-то человечество прожило, и это, конечно же, что-то такое старое. Но вот сейчас человечество выросло, оно другое, оно духовно и, там, ценностно стало другим. И вот такие вещи, когда мы сталкиваемся с тем, что вообще сейчас происходит в мире, и в частности вот в конфликте на Украине, и России в частности, приходится сталкиваться с одной простой правдой. Эта правда очень простая, она заключается в том, что, а нихрена мы не меняемся. Достаточно, я уже говорил, достаточно почитать одну простую книгу, историю, например, государства российского, да, и посмотреть, как описывается все то, что было, для того, чтобы увидеть, что, блин, вообще ничего не поменялось. Не в мотивах, даже исторические, даже событийный ряд одних и тех же конфликтов, повторяющихся, да, и мы, здесь мы уже говорим о циклах повторений истории, они такие же, как и циклы повторений личной жизни человека. Абсолютно такие же. И наша боль от столкновения с правдой будет настолько больше, насколько больше мы находимся в иллюзии относительно себя, человечества, себя и человечества вообще, от того, как оно живет. И чем честнее мы будем смотреть в правду, которая сейчас раскрывается, что, в общем-то, какая правда раскрывается? Раскрывается правда, что, в общем-то, ничего в мире не меняется. Единственным настоящим критерием для, скажем так, изменений и принятия решений остается сила, война и тому подобные вещи. Вот тогда мы возвращаемся к правде о том, что мы человечество, мы не те, вот по которой про себя там решили, там, свобода, равенство, там, право, там, 80-1500 гендеров, там, разных, абсолютная свобода всех меньшинств, так далее, так далее, так далее. Вот это вот вся история, которая сейчас культивируется и там в западном, и не только в западном мире, и вообще вот проникает. Это все чушь, потому что реальность показывает, вот происходит такое раздвоение, вы выбираете, да, вы остаетесь держаться за ту модель, где человечество все-таки, как есть какое-то правильное человечество, некровожадное, какие-то настоящие эльфы, или вы смотрите на правду, что на всей планете, до сих пор действует все тот же один простой закон, и мы, люди, в этом отношении не эволюционировали. Если вы вспомните, то во время Второй мировой войны люди, которые сжигали евреев, которые сжигали там представителей дыр, ну, там, вообще уничтожали миллионами в концлагерях людей, были очень образованными учителями, инженерами, они были специалистами с прекраснейшим образованием, то есть это было верхушка, скажем так, интеллигенции, то есть это были очень интеллектуальные люди в огромной своей массе, очень умные, и это не мешало им делать те ужасы, от которых мы там до сих пор содрогаемся. Я вам тем самым напоминаю, не надо обманываться. То, что мы достигли цивилизации своим умом, это левое полушарие, вообще ничего не говорит о том, в каком состоянии находится наш разум. И вот то, что происходит на планете сейчас, не только про Россию, я сейчас разделяю власть, не только про Россию, я вообще про то, как устроено сейчас, как на планете мы не уменьшили количество войн за вот этот период совершенно, мы его, возможно, по статистике, по-моему, мы его даже увеличили, я про все человечество на планете Земля, несмотря на нашу цивилизованность. Не надо впадать в иллюзию, что мы какие-то цивилизованные, развитые, что посреди какого-то цивилизованного, развитого нахрен, ценностного мира, там, верховенства законов произошла какая-то жесть. Да нет, чушечка пухает, и все. Я хочу вам просто об этом напомнить. Чем быстрее мы, я к себе обращаюсь в первую очередь, чем быстрее я вернусь к одной простой правде, что не надо впадать в иллюзии, мы, в общем-то, как человечество, как жили, так и живем в... Мы, можно сказать, топчемся на месте с точки зрения своей внутренней, личностной, духовной эволюции. Я не вижу какого-то прогресса. Мы в основном топчемся на месте. Слава Богу, если топчемся, если не откатились назад. Но иллюзия развития цивилизации создала у нас иллюзию, что мы очень сильно продвинулись нравственно, там, ценностно, что мы продвинулись личностно. И вот, когда мы сталкиваемся лицом к лицу с войной, когда мы сталкиваемся лицом к лицу с этой проблемой, надо вообще-то для того, чтобы пережить эти шоки, эту боль, этот страх, вот всю вот эту линейку пятистадий, да принять всего. Я вам предлагаю сразу... Вы, конечно, прогуляетесь по всем этим штукам, но сразу я предлагаю идти вот сюда, в самое последнее. Вот этим своим эфиром я предлагаю сходить в самую последнюю стадию и напомнить себе, в общем-то, ничего не поменялось на планете Земля. Действуют все те же законы. Мы, человечество, мы, человечество, все те же самые. Мы, в общем-то, ну, нету здесь на планете, не знаю, нету эльфов. Мы все кровожадные орки, если честно, по-хорошему, да. И мы, наша природа примерно одинаковая. И в связи с этим надеяться на то, что вот, ну, как бы, должно быть по-другому, с Хриналью должно быть по-другому, да, в этом мире вообще. Я про планету сейчас. Хриналью должно быть по-другому, когда наша природа осталась та же. Вот. И еще раз повторю одну простую вещь, чего я хочу сказать, Чего я хотел сказать, подытожим. Та информация, которая приходит, вот сейчас информация о частичной мобилизации, она выбивает. Она ставит нас перед реальностью, которую бы мы хотели избежать. Но если мы начнем исходить из правды о нашей природе, если мы начнем исходить из правды того, кто мы, какие, что все это иллюзия, которую мы создавали последние десятки лет после Второй мировой войны, это лишь иллюзия про нашу природу человеческую, мы скорее сможем вернуть себе стабильное психическое состояние от правды того, кто мы и что есть. И мы сможем принимать настоящее. То есть признание правды заставит нас принимать последующие решения, исходя не из иллюзии про нас, а из правды действовать. И тогда мы в действительности сможем что-то менять, потому что доколе мы находимся в иллюзиях, мы будем принимать решения, решений делать выводы и понимать про себя и про мир какие-то иллюзорные представления. Поэтому я желаю вам, конечно же, прожить этот опыт везде и с этой стороны, и с той стороны прожить этот опыт и того, что происходит, и сейчас этот опыт, как столкновение с некой правдой вообще про устройство жизни мира, людей и нас, человечества, в частности. Это несложно, это непросто будет. Еще раз повторю, потребуется некоторое время для того, чтобы тот всплеск, который сейчас вот с этим новостным поводом, с этим, даже не новостным поводом, с этой всплеском реальности, с столкновением с реальностью, которую пришлось признать уже, что вот это правда, так живем. Вот этот всплеск эмоциональный в наших сердцах, душах, он еще некоторое время будет, конечно же, оседать, возвращаться, мы будем сталкиваться, проживать этот опыт реальности. Я прошу вам подумать вот об этой вещи, которую я сказал. И для того, чтобы быстрее прийти к принятию из этого принятия, не вот отсюда, не вот отсюда, не вот отсюда, не вот отсюда, а вот отсюда, из принятия, уже принимать свое решение о том, как я в этом мире буду действовать, как я в этом мире буду жить, из чего я буду исходить. Вот тогда ваши решения будут, ну, как минимум внутри основываться на правде, и вы не попадете ни в какие ловушки больше в будущем. Поэтому, друзья, вот такое мнение, как мог, так выразил, поддирал. Иных способов здесь нет. Если все, кто желает, можете отмотать мою ленту туда, в период, когда началась спецоперация. Там был ряд эфиров про осмысление, про некоторые техники, которые, некоторые осмысления, которые помогают на таком этапе пересмотреть, может быть, что-то взять. А сейчас просто вот хочу напомнить вам, чтобы вы через все пять стадий быстрее пришли сюда. Ну, а что ваше сердце подскажет, что действовать, как делать, как реагировать, и это уже ваш личный выбор. Бесполезно, напомню еще одно, бесполезно ждать, что изменится человечество. Изменить можно только себя, изменить свое принятие, свою реакцию, свои чувства. И поэтому, пожалуйста, забудьте сейчас в первую очередь о себе. Спасибо вам. В общем-то, сил вам. Спасибо.